Вероника Селивёстова, это я. Наша программа необычная. Мы поём сегодня не только песни Великой Отечественной войны, но и одна песня 19 века, и продолжая до наших времён. Более того, мы будем рассказывать маленькие истории про каждую песню. Не для меня придёт весна. Популярный русский роман, стихотворение. Не для меня за подписью офицера морской пехоты Молчанова. Написано им в 1838 году. Тихотворение положено на музыку русским композитором Девитте. Молчанов служил офицером десанта на корабле Черноморского флота Селистрия и участвовал в одной из черноморских компаний 1838 года. В настоящее время из всех написанных Девитте романцев известен именно этот и его многочисленные версии. Порой произвольно изменяющие стихотворные тексты, но сохраняющие музыку авторов. Дворянский роман сошибочно называется казачьей народной песней. Многие современные исполнители по своему усмотрению изменяют основной текст романца, но в основе всё равно восходит к оригинальному тексту. Не для меня придёт весна, Не для меня Бог разойдётся, И сердце радостно забьётся, В восторге чувств не для меня. Не для меня красой цветя Алина встретит в поле лета, Не слышать мне её привета, Она вздохнёт не для меня. Не для меня придёт весна, Я поплыву к брегам Абхазским, Сражусь с народом за Кавказским, Там пуля ждёт давно меня. Не для меня придёт весна, Ведь для меня дом разорвётся, И сердце девичье забьётся, С восторгом в чувстве для меня. Не для меня цветут сады, В долине роща просветает, Там сады и весну встречает, Он будет петь тебе для меня. Не для меня дурчат ручьи, Текут алмазными струями, Там белок с чёрными травями, Она растёт не для меня. Не для меня придёт пасхал, За стол на дня вся соберётся, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, И слёзы горькие пасхал, И слёзы горькие пасхал, Не для меня дурчат ручьи, Не для меня дурчат ручьи, Субтитры создавал DimaTorzok В ночь на 27 января 1904 года Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру в Порт-Артуре. Немного позже японцы вошли в Манчжурию. После героического 8-месячного сопротивления Порт-Артур капитулировал. Война велась в очень трудных для России условиях. Два больших сражения закончились победой японцев. Поражения на фронте оживили в России революционные движения. Революционные партии требовали ликвидации монархии. В таких условиях продолжать войну на далекой окраине империи стало трудно. 16 августа 1905 года в городе Портсмут при посредничестве президента США Рузвельта обе стороны заключили мирный договор. По этому договору Россия потеряла Южную Манчжурию, Квантовский полуостров с Порт-Артуром и южную половину острова Сахали. В этих военных действиях участвовал композитор, автор вальса на сопках Манчжури Илья Шатров. В 1903 году в Платоусте он принял на себя руководство оркестром в составе Макшанского полка, который вскоре отправился на Дальневосточный полк. 18 февраля 1905 года Макшанский полк вступил в бои с японцами. В одном из боев полк был окружен. Погиб командир полка, и тогда Шатров отдал приказ играть боевые марши. Поднимутся оркестра полк непрерывно атаковал неприятеля и в конце концов прорвал окружение. Война оставила глубокий след и в душе Ильи Шатрова, и в 1907 году им был сочинен романс на сопках Манчжури. ПЕСНЯ 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 Это громко и протребел И тогда, чтобы все смогло Что в лучшем тишине спешно И вспыть, и войска И войска, и войска И войска, и войска И войска, и войска И войска Пусть погибли Мы в боях с родами Подвиг наш Ольга старет Кроме народной Обытое знамя И войска И войска Мы пойдем Навстречу новой жизни Просим время Развиток Святость Песня Песня В 1924 году заведующий политпросветотделом в Курском райкоме Комсомола И стоимость по происхождению Николай Коль Сочинил стихотворные вирши, одна из которых была навеяна старинной песней «Лишь только в Сибири займется заряд» И, возможно, песня «За рекой ляпкая» Будучи призванным в этом же году на службу в регулярную армию СССР мирного времени Николай Коль предложил свое сочинение в качестве строевой песни Песню пели красноармейцы, маршируя на Хадымском поле Москвы Откуда она и разлетелась по всей стране После чего довольно долгое время считалось народным Песня «За рекой ляопе» была посвящена рейду японских тылов и захвата порта Инкоу советскими солдатами Находясь в окружении японцев, казаки смогли отбросить врага и отвернуться в расположение русской армии За рекой ля-э загорались огни, грозно пышки ночи крохотали Сотни храбрых орлов и слезачьих полков на их полу коллег поскатали Песня «За рекой ля-э загорались огни, небе ясно заряна ла-лала» Сотни юных бойцов из Бучоновских войн на разведку моя паскала Сотни юных бойцов из Бучоновских войн на разведку моя паскала Сотни юных бойцов из Бучон something Сотни юных бойцов из Бучон zwякл Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Начинавшись строкой «Я по свету немало хаживал» и поспешил вниз, чтобы не заставлять ждать машину. Журнал «Новый мир» в декабре 1941 года это стихотворение опубликовал. Наверное, так бы и осталось оно в журнале в страницах, если бы весной 1942-го не попало в руки композитора Дунаевского. Он прочитал стихотворение Лисянского в агит-поезде, ансамбле песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников. За многие тысячи километров от Москвы. И тут же в купе вагона на полях журнала записал мелодию, навеянную первой страфой моей Москвы. «Я по свету немало хаживал, жил землян, как в окопах в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, влюбил в тоске». Вторая страфа композитору не понравилась, но где искать незнакомого автора стихов? Дунаевский обратился за помощью к молодому режиссеру своего ансамбля Сереже Агронянову, с которым в первые месяцы войны написал не одну песню. Именно он и написал остальные страфы, без которых представить эту песню уже невозможно. «Я по свету немало хаживал, жил землян, как в окопах в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, в силу в тоске». «Я по свету немало хаживал, жил землян, как в окопах в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку. «Я по свету немало хаживал, жил землян, как в окопах в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку. «Я по свету немало хаживал, жил землян, как в окопах в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку. «Я по свету немало хаживал, знал разлуку. Заводная моя хаживал, знал разлуку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok